Дай почитать. И, естественно, в мою жизнь вошла книга «Москва. Место встречи». Это сборник историй, рассказанных Людмилой Улицкой, Дмитрием Быковым, Майей Кучерской, Мариной Москвиной, Владимиром Шаровым и другими. Все они родились в Москве, здесь прошло их детство и юность, а у многих и вся жизнь. Безусловно, удачным стало общее объединяющее настроение, воспоминания, легкая грусть и щемящее чувство безвозвратной потери. Авторы тоскуют и об ушедших годах, и об ушедшей прежней Москве. В какой-то момент этот плач становится слишком назойливым. Но это не недостаток, а скорее достоинство книги, которое свидетельствует о совпадении ощущений, настроений разных авторов. И поэтому эта искренность, эти переживания, эти исповеди так трогают сердце, заставляя вспоминать собственное детство. «Малую родину и отчий дом». Перед каждым из писателей стояла одна и та же цель – рассказать о Москве и о своем детстве так, чтобы это стало интересным и важным для всех остальных. Это очень личные истории, в которых неизменным остается только место встречи – Москва. К сожалению, в большинстве случаев той Москвы уже нет. И, может быть, главным достоинством книги является то, что написано она разными людьми и по-разному. Да, есть очень одинаковый или похожий подход в исполнении главной задачи. Но некоторым писателям удалось выйти за установленные рамки. Например, Дмитрию Быкову с его постоянным, едко ироничным взглядом на действительность. Или, например, короткий, но по-акварельному теплый, как и ее московские акварели, иллюстрирующие книгу, рассказ Алены Дергилевой. Или незабываемое описание московских бубликов Денисом Драгунским. Для меня самым лучшим оказался философский и предельно исповедальный рассказ Сергея Шаргунова «Замолк скворечник». Удививший и композицией, и законченностью характеров, и глубиной мысли. Айпад не запретишь, когда весь мир – айпад. Но нерасторжима связь прошлого и настоящего. Как точно сказал поэт Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Москва – место встречи. До новых встреч.